я вас приветствую приветствую вас молодых группа молодых омолаживающихся вот очень хорошо что мы опять встретились сегодня и поэтому мне очень интересно узнать как у вас жизнь как идут дела как идут наши тренировочки как виктор вас тренирует мой мой коллега уважаемый как он вас тренирует что вам новое показывает расскажите пожалуйста кто мне расскажет виктор может вы начнете коллега а потому что мы сейчас все записываем а потом я вам запись подарю вы будете ее смотреть у себя и что-то вспомните там потом какие-то может быть слова важные скажите потому что не всякий человек же так вот сразу все запомни да 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 говорите кто хочет прямо по ходу говорить а это я вам поставил свою картину которая называется как из космоса рождаются цветы слушайте чудо спасибо спасибо так омоложение по сколько минут вы делаете пять-десять минут делали каждый день 10 минут каждый день молодцы сколько времени вы уже это делаете 21 день 21 день и что ни одного дня не пропускаете что ли может быть что-то перерывы какие-то выходные трудно проверить а так каждый божий день а вам не трудно каждый день 5-10 минут тратить на омоложение мы не тратим мы получаем получаете ну понятно понятно помимо этого значит в недельник и четверг у нас идет синхрогимнастика потом у нас идет омоложение а потом у нас идет разгрузка следом сразу то есть вы берете 33 компонента ключа и определенным образом методику омоложение из ключа синхрогимнастику из ключа и разгрузку из ключа вы нашли способ их определенного чередования алгоритм построили да ну очень здорово виктор вообще у меня коллега он такой вообще молодец такой вот так что большое ему спасибо не так часто потому что она не так часто требуется делаем перезагрузку так и перезагрузку четвертый компонент очень хорошо очень хорошо ну а результаты какие так ну по результатам давайте кто давайте начните ну результаты у нас на лицо тоже поменялось как мы говорили омоложение гормоны меняется кожа меняется глаза меняются светится что меня что меняется скажите вот вы как дама вы как дама лучше в этом разбирайтесь чем я мужчина хоть я и врач и психолог и философ и художник но вы все равно женщина лучше во всем этом разбирается скажите настроение прежде всего меняется энергетика видео много нам хочется и петь и танцевать и молодость уйти вот что самое главное состояние полета появилось ну а что до этого не было что ли такого нет выдержать один день как то было сложнее понятно 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 а что это за ощущение полета что это такое это в детстве такое было у вас когда в жизни до этого такое было в детстве в детстве в детстве вот то есть у вас останавливать это чувство да или как да радость вот эту и в том числе часто приходит воспоминание детства то что как будто остановилось вот это какой то период а сейчас это опять началось в детстве в детстве то есть оживляете да да вот если я что то неправильно буду говорить вы сразу меня исправляете хорошо я хочу чтобы у меня было понимание понимание а вот интересно вот почему сейчас Виктор предложил именно вам выступить вы умеете выступить или может быть вы больше чувствуете или можете больше это объяснить чем другие или вы сегодня в такой красивой пофточке и поэтому он вам предложил вот ваш любимец в присутствии да вот как мы предложим да а вам сколько нет извините так мне неудобно было у дамы спрашивать а у вас прошу говорит сколько лет а вот громче три дня осталось до девяносто одного девяносто один через три дня ой молодец какой молодец какой двадцать девятого февраля да да девяносто два года будет ну и ну вообще я поздравляю с наступающим днем рождения спасибо ну ну так как говорится первую половину вы уже отмотали еще половину я вам желаю значит чтобы здоровы вот сейчас вы заряжаетесь опять молодостью расскажите пожалуйста как это происходит у вас девяносто лет ну девяносто два года было девяносто я решил что к ста годам помолодеть и стараюсь это делать выполнять свой план молодец по фотографиям я выгляжу моложе и лицом и телом и на тренажер хожу качаю мышцы живота спины плаваю там на сауне очень часто то сауна то в баню хожу то под душем моюсь то все время и когда обмоюсь я с мочалочкой такая мягкая в том числе и яйцо с мылом с мочалкой лишнюю лишнее это отслоение там чешуйки убираются новые нарастают и кожа омолаживается ты с ключом как бегаешь замечательно замечательно а скажите пожалуйста вот вы когда мочалочкой моетесь и кожа омолаживается да а зачем тогда я вам метод ключ а зачем метод ключ а ключ ну расскажи можно это на ночь ложусь и начинаю что нибудь это установки делать себе да кстати у меня уже почти никаких болезней не остается кроме мозоли на ноге а все вроде это ну были у меня проблемы ну желудочно-кишечный тракт значит установился хороший стул все нормально когда бегаешь с ключом расскажи ну когда бегаю иногда вспоминаю иногда вспоминаю про ключ как вы это делаете вот вы бежите там кросс или что вы бегаете я ну два-три раза в неделю я бегаю вокруг ботанического сада как тренировка не не выступление а выступление у меня было летом это я выступал вот десятка кстати у меня тут есть фотографии как я бегу на десятке будет видно нет попробуем очень интересно очень интересно сейчас сейчас я покажу ты про ключ расскажешь как ты бежал он расскажет он расскажет он на дорогу в жизни тоже бегал вот есть фотографии все сейчас туда еще бежу а вот десятку я бегу вот перед финишем я бегу ой какой молодец да да потом значит нет это еще а потом вот мы тут женой целуемся вот мои рады с руками молодец 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 и потом мы снялись на дворцовой площади с Петром и прочее да молодец а как вы когда бегали как вы ключ вспоминали что это вам дает когда вот вы бежите и ключ вспомнили что это вам дает ну вообще бежать трудновато я хочу сказать но это уже более там все стараешься все таки бежать зато потом у меня идеальное давление 125 на 65 и настроение хорошее когда ключ вспоминаешь ну ключ я говорю так редко его вспоминаю но конкретно говори что случается ну вот иногда бегу вспомню про ключ и просто машинально вот вот бегу и это стараюсь чтобы не уставать вот и бегу и вспоминаю а что это дает что это дает что это дает что дает это когда вспоминаешь ну я хочу делать второе дыхание ну вообще-то все равно вот три круга я бегаю шесть с половиной все равно тяжеловато вас ну это это правильно это правильно что ты мне рассказывал когда ты бежал и вошел в это состояние было ну так чего ты это не рассказываешь ну вот это важно в самом начале да я бежал нашел в это состояние И там про молодость вспомнил, как будто я молодой, бегу и бегу, как будто молодой, груз вперед. Я понял, понял. Вам просто это и не нужно, потому что это у вас все время, как говорится, естественным образом. У вас тогда ключ его помог, потому что вы были чуть понапряженнее. Вы его тогда сделали во время бега, и сразу легкость, и вы бежите. А теперь у вас все время легкость. Это когда вы вот некоторое время бежите сначала от рода, а потом адаптировались, потом легкость. Вам поэтому и ключ не нужен, да? Вообще, конечно, я такой необязательный получился, а хочу дальше, как следует, ключом заняться. Ну хорошо, ну хорошо. Просто некогда было, все время какие-то соревнования. Слушайте, да вам это и не нужно. Зачем вам ключ? У вас и так есть хорошо. Вот это я на дороге жизни бегал. Нет, я вам скажу, когда вам нужен будет ключ. Когда вы сейчас цели себе ставите, и вы их решаете, и вам ключ не нужен. А если наступит момент, когда вы себе план какой-то затеете, что-то захотите, и что-то не будет получаться, вот тогда ваше старание, вы что-то хотите добиться, тогда ключ добавите, и тогда легче будет добиться. А пока вы всего добиваетесь, вам он и не нужен. То есть вам это нужно будет, когда вам не будет хватать того, что у вас есть. Ключ добавим. Дальше? Я понятно говорю, нет? Ага, да, да, понятно. Потому что это не надо себя заставлять делать, это как раз-таки помощник для вас. Если нужен будет помощник, вы сделайте, если сами справляйте, зачем вам это? А давайте, кто это использует, расскажите, пожалуйста. Мы фактически здесь работаем, поэтому с Виктором Афанасьевичем конкретно работаем на каждом ключе. И дома я, конечно, это повторяю. Это что мне дает? Во-первых, когда молодеешь, начинают всплывать те ситуации в детстве, которые раньше вообще не вспоминала, забыла совершенно. И вдруг они вот всплывают, когда особенно вот надо детство вспомнить, светлое, чистую голову. И такое чудо происходит, и ты начинаешь двигаться, как ребенок, который действительно был когда-то много-много лет назад. Это раз. Во-вторых, спокойствие внутри. Вы понимаете, раньше вот такое переживание, сильный какой-то стресс и такое состояние бывает в случае. Сейчас совершенно спокойно. Но ситуация, я уже Виктор Афановичу рассказывала, ехала домой 22 февраля. Мужчины, представляете, стоит пожилой мужчина, это такое было, и молодой с наушниками, я перед ними, они ругаются. Молодой подтолкнул этого, а он рычит, ну ругаются друг к дружкам. И я думаю, вот искра между ними, думаю, сейчас точно драка будет. Все молчат, а полный вагон. Я говорю, мужчины, пожалуйста, зачем вы ругаете? Я никогда себе даже не ожидала этого. Они на меня так посмотрели. Я говорю, успокойтесь, пожалуйста. Парень говорит, я его сейчас затоплю. Парень стоит, злость такая. Я думаю, сейчас мои очки куда-то приедут. Я так испугалась, но я говорю, пожалуйста, вы же мужчины, у вас скоро праздник. И вы знаете, они как-то притихли. Слава богу, остановка, и мы как бы выходили. Но они не дернулись даже. Вы представляете, как внутреннее мое состояние спокойствия повлияло на этих вот петухов, как говорится. Это ключ, я точно думаю, что это ключ. Да, это серьезно, да, молодец, молодец. А сон как у вас, сон? Сон. Сон. Со сном. Сон, ну вы знаете, я стала спать намного спокойнее, вот особенно когда перед сном, вот бывают, что такие вот ситуации. Я даже вот, ну, Виктор Афанасьевич, мы уже занимались раньше, я поэтому хорошо это понимаю. Я сплю, как у ребенка. Утром встаю, и самое главное, у меня вот болела голова, ну, мигрень вот такая вот, плохая болезнь. Господи, я говорю, я всегда боюсь, сейчас Виктор Афанасьевич стал написать каждый день, среди за артериальным давлением, чтобы вот не влияло атмосферно. И я стала записывать на повышение или понижение, как я себя чувствую. И вы понимаете, я чувствую совершенно, я, конечно, болю, благодарю, конечно, Всевышнего, но у меня прекрасное состояние. Утрость. Молодец, молодец, молодец. А скажите, пожалуйста, ключ, какую роль в этом играет? Какую роль играет ключ? Ключ играет, но, знаете, в гармоничном состоянии внутри себя. Все приходит в порядок. Понимаете? Я начинаю с этим другим человеком, который вот не возмущает на какие-то определенные такие вот неприятности. Как вы этого добиваетесь? Что вы для этого делаете? Вот я делаю. В двух словах. Я это знаю, я это придумал. Но я хочу понять, как вот Виктор до вас довел это. И вы же, каждый человек вносит туда свою лепту. Он это совершенствует в своем направлении. Виктор совершенствует в своем направлении, занимаясь вами. И вы еще для себя совершенствуете. То есть, есть идет постепенное развитие, усовершенствование. Вот вы лично как его применяете? Ну вот вы понимаете, у меня настроение такое, что вот не останавливаться на этом, а вот продолжать себя вот в этом состоянии себя развивать дальше. И мне очень интересна вот ваша техника. Вот именно внутреннее состояние свое. Ну да, да. Вот маленький фрагментик, маленький фрагментик. Можете сказать? Какие приемы вы применяете оттуда? Ну, во-первых, сразу же мы начинаем все. Как обычно, пять упражнений вот этих движений у нас. Это синхрогимнастика. Синхрогимнастика. Да, синхрогимнастика. Да, все делаю. Абсолютно. Затем, после начинается именно омолошение. Диктор Иванович говорит, двойная идет у нас. Мы трясемся. Добавляйте туда и двухуровневую. Да, да, да. Понял, понял. А после этого, вот, он же у меня выработал. Тест, да, обязательно тест. Ручки. Ну, у меня ручки летают. Это уже... После теста, понятно, понятно. Сколько минут вы это делаете? Сколько минут делаете? Пять минут. Пять минут. В пределах пяти минут не хватает. Очень хорошо. Я очень рад за вас. Вы такая оптимист, вы такая просто потрясающая. А я думал, вот, Виктор тогда предложил даме, которая поближе ей. Я думал, она вот только так может. Оказывается, и вы так можете. Так у вас группа вся так может, что ли? Да, все. Конечно. Мы все такие. Это надо тренер. Тренер хороший у вас. Тренер хороший. Что касается сна. Что касается сна. Давайте еще кто-нибудь расскажите, пожалуйста. А вот может... Да, да, да. Давайте, давайте. Расскажите. Попробуйте. У меня, значит, так. Когда я стала заниматься этим гимнастикой, перевести в движение, у меня вот как-то еще не получается. Найдера из детства движение, в смысле эмоция, она не может ее перевести в видеомоторное движение. То ли играть в волейбол, то ли играть с куклой. А, то есть она не может подобрать форму для выражения эмоций, да? Да. А, понятно, понятно. А что вам хочется в этот момент делать со мной? Что хочется в этот момент делать, когда вы какую-то эмоцию чувствуете? Мне хочется, я вот все смотрю, мне это из детства все вспомни, например, да, и все. Мне как бы хочется вот это вот, чтобы подольше это было все вот так вот. Но я никак не могу вот, я так понимаю, что нет, я могу, конечно, взять этот мячик, сделать вид, что я его пью. Но ведь это должно быть, я понимаю, произвольно идти, правильно? Сейчас, 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 сейчас и объясню. Это, значит, для того, чтобы восстановить гормональный баланс, для того, чтобы эндорфины включились, для того, чтобы биохимия крови омолаживалась, для того, чтобы даже кожа омолаживалась, чтобы дыхание было, как тогда и так далее. Вы берете из памяти, вспоминаете хороший день, хороший час, хорошую минуту и начинаете воспроизводить. Если просто в памяти я вспоминаю, какой я был, когда был маленький. Ну, ну я сижу и просто думаю, ну, ну могу вспомнить, но у меня не происходит такой живой реакции в организме, чтобы я молодился. А вот если я в этот момент, когда я воспроизвожу в памяти, то есть теоретически, добавляю практически, то есть к душевному состоянию, в памяти добавляю телесные действия, которые были тогда. А вы тогда вспомнили, что вы вот так мячиком играете, да? Да, ну предположим, да. Но я так понимаю, что это должно непроизвольно идти, правильно? Нет, 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 нет. И я должна... Сейчас я понял вопрос, я сейчас понял вопрос, я сейчас понял вопрос. Есть два пути. Это так интересно. На чем, собственно говоря, расходились и дискутировали Станиславский и Немирович Данченко. Как надо входить в роль? Один говорил, надо входить в роль через состояние, а другой говорил, надо входить в роль через движение. То есть один через состояние находил действие, а другой начинал действие, и через это у него возникало состояние. Вот поэтому, когда мы вспоминаем детство, если вы вспомнили это ощущение и ждёте, что у вас пойдёт действие, оно не идёт. Так вы войдите туда с другой стороны, вы начните это моделировать, как будто вы играете в этот мячик, и у вас восстановится состояние. Не ждите там, не ждите там, что руки должны сами вот так делать. У кого-то так происходит, он так глубоко туда погружается в эту роль, что у него и руки сами идут автоматом. А если они вас не идут, то чтобы больше включения происходило, вы чисто механически, как будто роль играете, чисто механически делаете. Вот вы сейчас сказали, вот я же не буду так делать чисто механически, я же жду, когда это пойдёт автоматически. Это пошло бы, если бы глубина состояния была больше. А чтобы глубину увеличить, вы добавляете механически, и вы попадёте в более глубокое состояние. Спасибо. Понятно. Понятно, да? Я говорю, что у нас напугана немножко, она после занятий очень крепко зевает. Правильно делает, потому что ей не хватает кислорода. Кислорода? Сосудики, да. Сосудики, да. Ну, хорошо бы добавить немножко точечный массаж. Точечный массаж. Например, сейчас я скажу, сейчас я скажу. Если вы просто так сидите, просто так сидите, и потом посмотрите направо, на противоположную стенку, не поднимая плеча, а потом повернёте налево, посмотрите, и увидим, на какой градус у вас разница или нет разницы. Мы сейчас проверим шею. Давайте. Поворачивайте. 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 До конца, до конца. Потом в обратную сторону. Да, ещё разочек сделайте и скажите, куда легче поворачивается. Или одинаково, может быть. У меня налево легче, намного хуже. Да, да, мы сейчас определимся, у всех, у всех определимся. Вот сейчас она, давайте мы с ней. Ну, куда легче, направо, налево или одинаково у вас? Легче. А, легче направо. Легче направо. На сколько? На пальчик, на два пальчика, на три пальчика, на сколько? Ну, пример. На сколько? Раз. Давай обратно. И здесь на сколько? На два пальчика где-то. Два пальчика. Ну, куда легче поворачивать? Вправо. Вправо. Ну, поверните ещё раз. Вправо. Поверните. Поверните. Да. Теперь вот положите ручку там, положите ручку на противоположную точку. Да. Над лопаточкой, над лопаточкой. Помните там. Посмотрите, там больно или не больно. Найдёте там точечку, нет? Нет. 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 А теперь на левую ручку. Ручка больно. Есть больно, да? Да. А теперь на другое плечико давайте попробуйте. Над лопаточкой. Между шеей и лопаткой. Нет. Сюда, ко мне. Здесь нету. Здесь нету. Здесь нету. Здесь нету. Здесь нету, да? На право нету, а на лево больно. Правильно. Правильно. Да. И поэтому эту левую точку, пожалуйста, один раз в день хотя бы, минуточку, разминайте. Потому что тогда у вас освободится шейная мышца. О-о-о. В этот момент. Поняли? Да. Уток начнёт быть лучше, кислорода в клеточках мозга будет больше. И поэтому, когда вы делаете упражнения по ключу, вам потом хочется зевать, потому что кислорода, когда не хватает, хочет кислорода. Это первое то, что вы вот эту точечку разминаете. И у всех, и у всех. Кто поворачивает голову, если чувствует на какую-то сторону, ему труднее повернуть. Потом посмотрите там точечку и её разминаете. Попробуйте сейчас. Я сейчас на телефон отвечу, сейчас подойду. Валерий Купик. Схемьян клипку. Как она начинает идти. Профоренция. Попробуйте. Валерий Купик. Во-моё. Попробуйте. 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 Его нужно сильное стильное только для девоктора. Клапочку. Он не очень хорошо. Валерий Купик. Сделайте, а я вам еще одну картину покажу свою. Покажи. Это всем женщинам цветы 8 марта. Да, да, да. Я хочу, чтобы вы вот точечку нашли, разминали. Вот теперь вот к этим упражнениям ключевым, то, что Виктор вам показывает. У кого проблема шеи, вот такую точечку между шеей и плечиком, вот так разминали каждый день. Потом второе, чтобы вы посмотрели точечки, может быть, над височком, над ухом, какие-то болезненные точки есть. У кого где. А у кого-то может быть подзатылочным угром вот здесь вот. Когда нажимаете, там ломут. У кого-то здесь в центре темени. У кого-то в центре затылка, ямочка, там точечка. Короче говоря, вам один день нужно минут 10-15 потратить и так спокойно попировать, по медицине так говорят, пощупать, пощупать вот эти точки и найти у себя наиболее болезненные. И потом каждый день, каждый день, одну минутку эти точки разминать. Вот вы разминаете эти точки, а потом делаете эти упражнения. И вы заметите, сон сразу будет лучше, потому что у вас идет улучшение кровообращения. Вот ключ это я изобрел, а вот это изобрели китайцы, и это называется шеяцунь, этому 5-6 тысяч лет. Вот ключ это я изобрел. Только надо найти эти точечки. У каждого свои. Вот у меня на левой стороне больно, например, а на правой нет. Понимаете? Так что разминать. Виктор, а вы про уши рассказывали, да? Да, да. Это аптечку, которую вы рассказывали в вебинаре, и все рассказал. Для давления, для страхов, для тревог, для сна, да, вы знаете все эти. Это и дальше вопросы. Какие вопросы у вас ко мне есть? Вот еще один вопрос. У меня, значит, мерцательная аритмия сердца. Ключ не противопоказан? Папа считается. Надо наоборот. Почему мы взяли за основу шалтай-балтай? Потому что так дети делают. Когда дети так делают, вот, они делают, думают о своем. И мы тоже думаем о своем. И вот вы берете и делаете, делаете, делаете. Вот у нас, вы знаете, Ирина Винна? Да. Я ее обучал этому, и потом обучал ее тренеров тоже, и обучал этих спортсменов, девочек, художественной гимнастики. Она мне сказала, у меня мерцательная аритмия. Я когда вот чувствую, что я вот так делаю, я успокаиваю. Понятно, да? Она же спортсменка высокопрофессиональная. Она чувствует, и она чувствует очень тонко эти изменения. Профессионально чувствует эти изменения. Когда она мне сказала об этом, я был очень рад. Я говорю, я так всегда и думаю. Потому что если это облегчает, вы продолжаете. А если вам это трудно делать, значит, вам надо найти другое движение. Понятно, да? То есть критерием является комфортность, легкость, приятность. Не надо там насильничать. Поэтому от физкультуры, синхрогимнастика, отличаются именно эти. Думаешь, о чем думаешь, и делаешь, как легче. А не так, вот тебе сказали, именно вот так делали. Понятно, да? Да. Один общий вопрос от всех. Все пытаются приобщить своих детей, внуков к ключу. Ну, потому что у них получается, и они хотят, чтобы дети и внуки тоже этим пользовались. Тем более, время вообще жуткое. Они приходят уставшие, бледные. И там высасывают из них последние соки. Но вопрос в чем? Они не хотят, они не слушают, не хотят слушать даже, когда к ним что-то им предлагаешь. Вопрос. Как вы считаете, настырничать или все-таки так... Настырничать не надо. Личный пример самую большую пользу приносит. Если ребенок видит, что вы время от времени делаете, кто с руками по спине, лыжника, и при этом он видит, что вам лучше от этого, вы расцветаете, он потом в какой-то момент сделает. А если вы представляете, как у нас в школе, я помню, когда заставляли там читать Чехова, то мы не хотели читать. А потом, когда я стал постарше, стал читать Чехова. Я думаю, если бы они нам интересно про него рассказали, лучше бы мы читали Чехова. Казан Иванович, детям-то уже по 40 лет. Старать не надо. Если детям по 40 лет, надо им показать пару видео, которые у нас есть. У нас же есть, смотря, чем ребенок в 40 лет занимается. Я занимался со всеми группами людей. Например, военные. Например, олимпийские чемпионы, спортсмены. Например, беременные женщины. Или, например, большие начальники, руководители. Или бизнесмены там. Ну, чем он занимается? Надо в Ютубе взять, посмотреть Хосай Алиев «Метод Ключ», Ютуб-канал. Найти, вот там я о чем-то рассказываю, показываю, из архива показываю, видим материалы. Даже подводную лодку курс, когда поднимать должны были. Я же готовил военный персонал, которые туда должны были войти. Олимпийские игры в Китае, парусный спорт, допустим. Парусный спорт я готовил. Ездил в Китай вместе с ними и так далее. То есть там много, много, у меня областей очень много, которые их могут заинтересовать. Допустим, он там чем-то занимается. Ну, компьютер, допустим, он занимается в 40 лет. Он сидит все время за компьютером. Программист или изобретатель. А у меня есть там ролики про изобретателей, потому что я учу изобретателей получать это состояние, в котором нет шаблонов, нет страха за ошибку, когда там нет стереотипов таких, нет авторитетов никаких. Свободное состояние сознания, и человек изобретает, у него все получается. То, что он хочет изобрести. Если он изобретатель, он тоже может взять это и пользоваться. То есть я хочу сказать, у нас большой архив. Два сайта у нас. Стресс.су и хасай.ру. А вы знаете, что мы сейчас делаем? Третий сайт, новый сайт. Для чего? Ключ нужен для того, чтобы человек был целостен. А мы сейчас делаем идею, чтобы человечество было целостное. Чтобы сократить кризисы и войны, я придумал. Один раз в год. В каждой стране есть любимый писатель. В каждой стране есть любимый режиссер или художник, ну, которого народ любит. В любой стране. Хоть в Мексике, хоть это будет в Африке, но есть какой-то человек, более почитаемый, уважаемый. Книги, которого весь мир знает. Ну, мы знаем, в Испании Пабло Пикассо картину весь мир знал, да? Или там итальянский художник, который знал весь мир, да? Вот представьте себе, американский. Или, допустим, лауреат Нобелевской премии. Или спортсмен, которого все любят. Вот один раз в год собирать на такой международный форум вот таких любимых, великих людей планеты. Художников, писателей, спортсменов, актеров, режиссеров. Один раз в год собирать на этот форум со всего мира. И вся планета, весь земной шар смотрит на их общение как на Олимпийские игры. С таким же интересом. Потому что они один раз в год, собираясь, обсуждают глобальные проблемы человечества. Они их обсуждают. Это же интереснейшие люди, которых народ любит. Не политики, не спорт только. А вот такие люди умнейшие. Там и физики, там и спортсмены, там и писатели. И вот они обсуждают глобальные проблемы человечества. Там и проблемы здоровья, и образования. Там и проблемы, чтобы снизить кризисы и войны. Потому что, я думаю, нам нужно сделать такой вот мост дружбы народов. Потому что нас со всеми ссорят. А нам надо теперь уже мириться со всеми. То есть я хочу дружбу народов сделать такую. Потому что и на Западе, и на Востоке у людей одинаково чувство потребность в любви, потребность в творчестве, потребность в свободе. Одинаково. Вот кого вы не возьмёте, будь то негр, будь то русский, будь то итальянец, мы все хотим быть свободными, быть здоровыми, быть счастливыми. И вот на этой основе как раз можно задружить всё человечество. Потому что, как человек нуждается в гармонии, в целостности, так и человечество нуждается в целостности. Поэтому человечество создало интернет. Это признаки того, что человечество нуждается в том, чтобы все общались. И вот я хочу такую вещь сделать. И у нас будет третий сайт, который называется «Хомофутурус. Человек будущего». «Хомофутурус. Человек будущего». Да, я вам это рассказываю, потому что там будет у нас как раз-таки важная часть. А не, допустим, какой-нибудь человек мне скажет там «Да я живу в своей стране, зачем я к вам поеду там на этот форум?» А я ему скажу «А мы, кроме того, всех великих людей планеты, которые собираются на этот форум, как старейшие, будем омолаживать». А вы таким образом получаетесь как раз-таки как первопроходцы, как первопроходцы, которые привлекают других людей тоже к этому, потому что каждый человек хочет не только быть здоровым, счастливым, но и хочет быть молодым. Правильно? А мы им всем даем второй шанс, как второе дыхание. Будь молодым. А мы уже знаем, у нас есть ключ для этого. У них только мечта быть молодым, а у нас есть ключ, который эту мечту ею включает механизм. У нас это есть. А больше ни у кого нет, а у нас есть. И мы первые. Да? Да, 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 да. И вот такое мы с вами затеем. Так что я вас уже приглашаю на этот монстр «Дружбы народов». Кстати, сейчас вышла в Сербии новая книжка вышла в Сербии. Я буду делать там по скайпу приветствия, как вот с вами. Вот в Сербии вышла новая книга моя. Я получил это приветствие. А там сербы, а я из России, из Москвы. Вот это как раз таки Радойко профессор, которая делала переводы издания. Этой книги. Вот. Она говорит, слушай, там, говорит, картины твои, и стихи твои, и методика твоя, и философия твоя. Там все есть. И вот там, говорят, читают уже люди. И, говорит, очень им интересно. Они хотят видеть тебя, как автора. Я буду проводить с ними такую встречу. Презентацию в Новом Саде. Там в городе есть большая библиотека, и там соберется интеллигенция ихняя и так далее. Я от России ее буду. Вот это и будет маленький кусочек этого моста дружбы. Правильно? Да. Вот это дела. Так что, будьте еще, пожалуйста, моложе, чтобы всем подать пример. У нас еще несколько вопросов. Давайте. У меня тоже один вопрос. Давайте. Я сплю хорошо, все, а вот встаю не бодро. Встаете не бодро, вот... Потом разойдусь, и все нормально, и все хорошо идет. Я вам рекомендую, я вам рекомендую, когда вы встали, шею немножко помять. Шею, потому что вы встали, вы лежали, спали, вы встали, немножко потянитесь и шею помните немножко, чтобы кровоток наладить. Это застойное явление после сна. И происходит несогласие. Вы уже встали, а вы продолжаете быть еще в том кровотоке. А вы немножко помогите, разомните точечки на затылочке, на душами точечки эти, разомните вот то, что я сегодня дал домашнее задание. Прямо перед тем, как встать. Когда лежите, разомните, а потом вставайте, и вы увидите, вам легче. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос? Да, у меня вопрос такой. А у меня внук, у внука психосоматика. Он все время руки моет, 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 моет. Прямо из ванны вытаскивает, можно сказать. Круто, я понимаю, надо этого внука ко мне на скайпе. Два года. Двадцать два года. Сколько? Двадцать два. Да, надо на скайпе. Это могут быть компульсивные движения. Я, как врач, я же врач-психиатр. Я должен посмотреть. Не видя человека, трудно дать рекомендации. Но если вы просто, ему даже дадите просто эти приемы, и он будет есть, и он их будет делать, то вы увидите, он станет меньше, потому что, когда он все время моет руки, он делает повторяемые движения. Потребность в повторяемых движениях очень высока, когда у человека высокое напряжение. Если он будет повторять движения вот так, то вот эти движения у него уменьшатся. Но мне надо видеть его, потому что, не видя человека, я же, диагноз мне нужен, чтобы я ему посмотрел. После 7 вечера, в любой день, напишите там мне в скайп, чтобы я ваш внука посмотрел. Вы его можете привезти в скайп, чтобы мы с ним поговорили, нет? В скайп. Он у меня живет в Уряде. Это же не имеет значения. Вы телефон же дайте. Вот Виктор, я надеюсь, вам поможет. Он приедет сюда, и мы свяжемся. Он приедет. Это помогает, помогает. Я вам сразу хочу сказать, что это связано с высоким нервно-психическим напряжением, и поэтому, когда он постоянно моет руки, он делает эти повторяемые движения, которые снимают напряжение. Я давно уже вычислил, установил это явление. Чем выше напряжение, тем выше частота повторяемых движений. Поэтому, когда человек нервничает, то он ногой качает, пальцами стучит, теребит себе что-то, жвачку жует. Поэтому, даже повторяемые движения молитвы, почему молитва, на повторяемые движения? Он очень на повторяемых движениях, потому что они снимают напряжение. И болезнь тоже с этим связана. Это его защищает. Когда он моет руки, ему легче, понимаете? Потому что, если ему не давать сейчас это делать, у него напряжение еще больше станет. Поэтому мне нужно понять, что у него там, с нервной системой, и дать правильные советы, как выпустить пар, чтобы у него появился баланс. Я понятно говорю, да? Да, да. Понятно, понятно. Ну, все еще вопросы сейчас. Здравствуйте. Когда я начала делать ключ, и посылать желание, то они стали исполняться. Демножко не так, как бы я хотела, но ответы я всегда получала. Три раза. И я испугалась. Вы не говорите, потому что там какой-то шум появился. Сейчас нормально, сейчас нормально. Еще раз повторяю. Вы делали ключевые приемы и загадывали желание. И получали ответы, да? Да. Ну, они как бы были неожиданные, но правильные. Я чувствовала, что они действительно правильные. Но дело в том, что я очень сильно испугалась. И у меня теперь стопор. Я как бы только умножением занимаюсь, и дальше... Вы испугались, что вы стали ответы получать, да? Да. Я не могу, у меня дальше не идут. Нет, а как вы определяли, что они правильные? Ну, я не знаю, в этом случае... Ну, чувствую. Ну, понятно. Я задала вопрос, не ответили. То есть, я утром, вечером легла спать, сделала ключ, спросила, утром встала, вспомнила, получила телевизор. И мне по телевизору конкретно ответ на мой вопрос. Это совпадение, это совпадение. Вы не так учили. Я вам сейчас объясню, сейчас объясню, сейчас объясню. Когда человек заточен на какой-то вопрос, заточен, вот Менделеев, он все время искал, что положить в основу своей таблицы, и все время он заточен на этот вопрос. и когда он заснул, она ему приснилась. А другой заточен на другом. А вы заточены на этом вопросе. И где бы вы ни повернулись, вам даже может подсказка прийти и по телевизору. И сосед какой-то пришел, и какую-то фразу сказал. Она совпала с вашим вопросом. И говорите, надо же? Я раньше вопросов не задавала. Это ваша зацикленность на этом вопросе. Да, и вопрос пришел. Вы могли бы это чуть позже не по телевизору услышать, а в письме прочесть, или в книге прочесть. На этом устроена книга перемен. Там любую страницу открываешь, и всегда найдешь ответ на свои вопросы. Потому что человек на них заточен. И видит среди прочего другого только то, что ему нужно. А вы задаваете вопросы, ответы вы будете получать. Ответы или по телевизору будете получать, или получать во сне, или из разговоров, и из разговоров. Особенно, что я испугалась, когда я... Это особенность заточенности на вопрос. Избирательность называется, чувствительность. Это как композитор слышит даже в ветре музыку слышит. Понимаете? Вот такая заточенность. Ну, 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 и что вы хотели говорить? Я, допустим, пожелание у меня было. Я ложилась спать опять же с пожеланием. Но пожелание у меня во сне. Исполнилось. Правильно. То, что заточено, у вас исполняется. То есть, от ощущения того, что вот ощущение рядом человека. Да. То есть, оно исполнилось во сне. Во сне я... Вот после этого я вообще завязала с желанием. Вы, когда погружаетесь в это состояние и себе желание выстраиваете, вы создаете доминанту. Доминанта по Ухтамскому, великий Ухтамский, великие ученые, он говорит, что доминанта отсекает все лишнее и навостряет все системы мозга в одном направлении. Доминанта. И вот вы, когда вы создаете у себя доминанту, особенно это происходит, если вы между сном и бодрствованием, вы настраиваетесь, а ключевые действия помогают выходить на это состояние. Вы там настраиваетесь. Напраиваетесь, естественно. Если вы там настроитесь на то, что увидят верблюда, вы можете увидеть верблюда. Да, но я просила наяву. Наяву хотела, чтобы на самом деле было. А мне во сне, мне зачем во сне-то? Так я же не знаю, что вы хотите, я же в этот момент там не присутствовал. Я понимаю. Я объясняю. Вместо того, чтобы наяву увидеть человека, я увидела во сне. Но с таким ощущением, что как будто наяву. Ну я понимаю. Я вам про это рассказываю. Ну да. Что вот когда актер ходит в роль, актер, когда он ролью живет, он же там на самом деле погружается в эту роль. Как вы вот погрузились в это. У актера тоже, вот у актера тоже. Он обо всем забывает, и он погружается в эту роль, у него включается вот это. О чем вы говорите. Но он же там живет в этот момент. Он прямо видит то, что он прямо чувствует. И как раз таки их учили, актеров, входить в образ, роль. А у кого не получается, вот Станиславский их учил, снимать зажатости. Он их учил снимать зажимы. Потому что он говорил, нервно-мышечные зажимы мешают человеку быть свободным, мешают им из одного состояния переключаться в другое. Так вы вот, когда делаете ключевые упражнения, вы входите в роль, в образ. И вот когда вы начинаете там мечтать, желать там то, что хотите, и вдруг видите вы то, что вы хотите, вы в роль вошли. Пожалуйста, не хотите так. Пожелайте себе, делая эти упражнения, что у вас эти картины, эти реализации не будут такими большими, яркими, что вы будете входить в роль чуть-чуть. Вы же можете дозировать. И не надо бояться этого, ничего страшного. Это просто говорит о том, что вы, наверное, в детстве, это бывает не маленький процент людей, которые так сильно входят в образ, так сильно входят в образ, маленький процент людей, и если их спросишь, что ты в детстве случайно во сне не ходила? У вас не было таких случаев во сне в детстве? То, что видели, входили в образ, и тогда засыпали, потом встали и пошли, и там родители не говорили, а не разговаривали во сне, нет? Ну, актрисой хотела стать. Ну, да, я что-то. А почему вы хотели стать актрисой? После школы, как все. Как все, как все, да. Мальчики космонавты, а девочки актрисы. Нет, у меня все нормально. Нет, вы просто вечно сказали. Такой случай был, что вы в образ входите, когда же мечтаете. Вот эти вот желания я и прекратила, потому что они у меня были. Громче, посмотрите, пожалуйста, там немножко вы далеко сидите, и очень плохо слышно. Вы чуть громче говорите. А мы все поняли. Поближе к нам, поближе к нам идите. Она все поняла, Хосай Макаревич. Вы верную фразу сказали, нужно уменьшить дозу. Да, я тоже это поняла, поэтому с желаниями прекратила. А если на половинку, ну, смысл какой? То есть, это же зависит от того, какие у вас желания. Группы, я вот туда сильно фантанирую. Человек, когда молитву совершает, он обращается к Богу, вот человек молитву совершает. Он молится, молится, и там, обращаясь к Богу, желает что-то. Там маме здоровья, детям сил, там что-то уже желает, обращается к Богу. Правильно, да? Он же там это же самое делает, только другим способом. У него же тоже так. И вот представьте себе, человек с такой чувствительностью, когда молится, он тоже может вот это все получать, то же самое, что с ключом. А вы когда-то молились, вот так вот, обращались к Богу с какой-то просьбой, нет? Обращалась? Не скажу. Да. Да, да, конечно. Ну, и что, произошло? Ну, у меня все происходит, что хочу. Ну, вот я же об этом и говорю. Только по времени не так быстро, понимаете? Тут вот с ключом все очень быстро происходит. А без ключа... Я же поэтому горжусь, что я это изобрел. Ну, с ключом все быстро получать. Я про молитву почему я говорю? Я... Не к тому, что надо молиться или не молиться, это дело каждого. Я просто объясняю механизмы. Механизмы объясняю. Что впечатлительный человек, который молится, он тоже больше погружается, чем менее впечатлительный. Вот это я объясняю. То же самое, когда он книжку читает. Если вы книжку читаете Пушкина или еще чьи-то сказки, вы тоже больше туда погружаетесь, вы уже себя воображаете и царевной, и царицей там. Вы же там живете, вы туда погружаетесь. Так вот, у некоторых людей вот эта погружаемость выше, вот они поэтому вот это нам и рассказывают сейчас. Дальше, пожалуйста. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросы. Я просто хочу сказать, что со мной происходит. Да. Я начала заниматься ключом, но в основном занимаюсь здесь, когда бываю. И я поняла вдруг, что я нахожусь, мне тоже очень много лет, но я не дотягиваю до Владимира, но мне тоже уже много лет, и я поняла, что у меня жизнь с одной стороны, старость с другой стороны. И старость как бы борется с жизнью. А старость что? В чем она выражается? Мне стало что-то не хотеться делать, мне что-то неинтересно, мне не хочется пойти куда-то, куда я расширвалась идти. Вот. И это меня очень огорчало. Я не знала, как из этого выйти. И вот, когда я начала делать ключ, то жизнь, жизнь, а жизнь в том, что хочется все, хочется пойти, хочется новое узнать. И жизнь стала побеждать. Понимаете? И это сначала я не поняла, почему я вдруг иду туда, куда я уже не хожу, куда мне звонят, приглашают, и они идут туда. И вдруг я начала туда идти, и мне очень интересно. То есть я, моя жизнь победила мою старость. А теперь я... А я вам могу сказать, не только жизнь победила вашу старость, но вы еще и поэт. К тому же. Да. Вы так хорошо сформулировали, вы поэт, вам надо стихи писать, и писать какие-нибудь такие интересные рассказы, да. Хорошо. Я хочу вам одно стихи прочитать, потому что я понимаю, что мы вот в данный момент, мы сейчас на одной волне. Как много лет прошло, как мало лет осталось, как стало мне легко дружить с тобой у старости, все поросло быльем. Спасибо, что не больно, что мучило и жло, и что звалось любовью, теперь уже ушло. И вижу жизнь свою, как будто бы в кино, но иногда во сне ко мне приходят злиться. И с тем, что их не вижу наяву, я не могу смириться. Вот может быть я... Какая молодец! Какая молодец! Поздравляем! Хорошая, да. Хорошая. Я на ее стихи песню написал. Давайте, спойте. Сейчас я принесу гитару, а вы ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Это от меня. Как вы видите дальнейшее развитие? Вот вы сейчас рассказали про этот сайт и общечеловеческую проблему. А что касается ключа? Тем более, что ключ-2 вы даете дозированно, и мы такой далекой перспективы не видим. Вопрос... Насчет ключа я скажу, что у нас уже было отмечено несколько лет назад в школьном учебнике по физкультуре для старших классов. Профессор Матвеев и еще один автор, они тогда выпустили, а он как раз-таки через Министерство образования работает, в завкафедре. Сейчас выйдет новый учебник с синхрогимнастикой. С синхрогимнастикой. Вот развитие ключа в России. Потом всех преподавателей по физкультуре в Институте повышения квалификации образования там будут учить. И они будут детишкам давать по минуте на уроке. Помните, раньше было наши пальчики устали. А сейчас будут давать наш хлевоз, лыжника. И что самое главное, дети сами научатся перебирать эти упражнения, подбирать себе то, что им подходит. И тогда в массовой школе появится индивидуальный подход. Потому что вот этот критерий подбирай то, что тебе легче, подбирай то, что тебе легче, лучше, приятнее, учит у детей. Мало того, что делать быстро и получать результат сразу, прямо на глазах, учит у детей развитию творческого мышления, изобретательского мышления. Найти, как решить задачу проще, быстрее и лучше. Это развивает, развивает личность. Потому что когда раньше говорили, делай вот так и всё. Делай вот так. А ему не подходит, допустим. А сейчас мы говорим вот по ключу. Ищи, что тебе подходит. И даём принципы, правила. И вот это будет в учебнике впервые. Я не знаю, есть ли в Америке, например, в учебнике по физкультуре приём. Но у нас в России будет в учебнике по физкультуре ключ. Потому что, ну, на самом деле, да, он работает, он сегодня это нужно, потому что у людей нет времени. Ходить в фитнес-центры, платить большие деньги, там, ездить в командировки, чтобы там отдохнуть, там, и так далее. в санаторий. Очень нужно сегодня. И во всём мире нужно. Я думаю, у нас будут учиться. Вот второе. По ключу 2 развития. Ключ 2 у меня есть, но он закрыт в эфире, я его нигде не публикую, я только даю кусочки элементов ключ 2. Потому что ключ 2 в целом развивает изобретательское мышление в большей степени. Зачем мне сейчас выдавать то, непонятно, в какие руки попадёт. Ну, насчёт бомбу изобретать какие-то там негодяи или ещё кто-то, зачем это такой вот мощный инструмент, который помогает и омолаживаться, и разработки всякие решать, и желание свои осуществлять, и на Олимпиаде побеждать, и мировые рекорды делать. Зачем такой инструмент, ещё больший инструмент, супер, приёмы, ключ 2, зачем просто так не глядя отдавать всем, мы же не знаем, какие руки попадёт, правильно? Поэтому я даю кусочками. Вот, в следующий раз, если мы встретимся, дай бог, я дам ещё какой-нибудь элемент из ключа 2. элемент, не весь этот самый метод, потому что, чтобы в интернет не попало, а кусочки дам. Вот, но для этого вы мне должны сказать задачи, которые вы хотите решать с помощью этих элементов. Давайте, у вас есть какое-нибудь пожелание к тому, чем вы уже занимаетесь, какие-то пожелания, потому что почемучками, почемучками двигать прогресс и желаниями двигать прогресс. Вот вы мне задайте задачу, например, вопрос какой-нибудь, как его лучше решить, или желание своё, чтобы мы дали в следующий раз элемент ключа 2, чтобы вы добавили туда, как исполняться эти желания. Я понятно сформулировал сейчас, нет? Вот у нас мужчина сидит, мужчина сидит между двумя красивыми женщинами. Скажите что-нибудь нам, потому что женщины взяли инициативу. Я такой, знаете, не спешу быстро получаю результаты, не хочу заранее что-то хвалить, а я вот постепенно иду, иду. Я конкретно могу вам сказать, если вам это надо, я сегодня иду по улице быстро, вдруг понимаю, что я потерял кошелёк, пошло куне в кошельках. Я потом уже анализировал, позже. И у меня начинает что-то, я же иду, я иду, ну, ты что-нибудь перепутал, кошелёк у тебя, я сегодня где-нибудь забыл. Это я потом проанализировал, что у меня плечи пошли. Понимаете? Потом ещё, и мне стало легче. Вот в бытовом смысле это мне помогает. А в каком-то там родственном духовном посмотрим дальше. Молодец. Какой наблюдательный, да, вот какой наблюдательный. Он проанализировал, да, и нам рассказал интересный случай, как бытовом случае это помогать. Вы знаете, это всегда помогает. Почему? Когда человек в суете, в суете мыслей, это одно, а когда он успокаивается, он и ключ найдёт, который потерял, вспомнит, куда положил. он и подумает о правильном решении, потому что шульта мыслей уходит, и наступает порядок. Хаос был, стал порядок. А когда порядок, он и вспомнит такие вещи, о которых он в суете может забыть, в стрессе может забыть. Поэтому у нас состояние стресса, когда человек скован стрессом, у него состояние выживания. У него выживание. Когда он умеет снизить стресс, у него эта энергия идёт уже на созидание. Да, он может там и желания свои придумать, и найти ответы на вопросы, и тело по-другому, и по-другому ходишь, и садишься, и чашку берёшь, и целуешься даже по-другому. А что, он нам фотографии показал, как его жена целую быть? Ну, я думаю, у нас отделение маленькое, где мы работаем, гериатрическое отделение, мне сейчас почему-то пришло, а можно, что вот мы давно-давно мечтаем, нам уже 13 лет, и мы всё никак, вот народ идёт, нас любит, а площадь не увеличивается. Можно это желание сделать, чтобы нас всё-таки увеличили на площадь. отдыхают. Да, слушайте, вот это зависит от личных контактов, и это зависит от вашей активности, потому что если вы доведёте до мэрии вашей, до в Санкт-Петербурге у вас есть же какое-то начальство, да, доведёте, вы знаете, я дружил с разными людьми, большими-большими начальниками, ну, очень большими, ну, вообще, если я вам скажу, с кем я дружил, вы вообще удивитесь. Ну, у меня не было, вот, поскольку я в предотвести не мог понять, что это имеет значение как-то настроить этого начальника, чтобы он чем-то мне помог, потому что мне казалось, завтра у меня и так всё будет, и я никогда не ценил эти отношения, понимаете? Вы-то теперь понимаете, вы же, тем более, женщины, они более практичны. Мне, например, три раза квартиру давали, Фёдоров давал, он хотел, чтобы я у него работал, создал отдел для предоперационной подготовки хирургических больных, которым оперировать должны, я хирургов там обучал, потом у меня министр электронной промышленности давал квартиру в Зеленограде, а я отказался, думал, от Москвы далеко, понимаете? Ну, много раз у меня такие вещи были, вот сейчас я думаю, какой же я думал, да столько было у меня возможностей, так вот, я вам хочу сказать, если возможности надо использовать, а вот эти начальники большие, если вы до них донесёте эффективность вашей деятельности, так они сами захотят к вам прийти, потому что хочешь не хочешь человек с возрастом с возрастом в этом начинает нуждаться всё больше и больше. Вот как я молодой не понимал здоровье зачем нужно, а теперь понимаю, так дети наши пока шишек не набьют. И смысл жизни оказывается в том, что в конечном счёте, когда человек совсем старый и больной, весь его смысл жизни открыть глаза утром, чтобы увидеть свет. Вот смысл жизни. А потом уже начинается, чтобы внуки были, чтобы дети были, чтобы дом построили. Но первое главное это открыть глаза. Так мы когда занимаемся ключом, мы сейчас будем давать и детям, чтобы поняли, как важно сохранять здоровье, как важно быть творцом жизни, чтобы они сразу понимали, не набив себе столько шишек. Я понятно говорю, да? И вы эти шансы используете, если эти люди, ваше начальство, там есть которые, депутаты, там есть, министры, там всякие есть, и все, и все. От вашей активности зависит. Возьмите этот видеоматериал и покажите. Покажите, пошлите, вот не стесняйтесь, вот мы занимаемся омоложением. Да, и вам рекомендуем, потому что начальники тоже будут лучше соображать, принимать неординарные решения прекрасные в условиях жестких временных ограничений, у них будет развиваться. Я же обучал людей, директоров промышленных предприятий СССР, который был клуб директоров промышленных предприятий СССР, академика Гамбегяна, который руководил академией народного хозяйства. Все директора СССР, там героев социалистического труда было не меньше 12. И Кусь Крустальный, там и Красноярская ГЭС, там и много-много я их всех обучал тому, чтобы эти руководители большие, которые собираются со всей страны один раз в полгода, могли дома после работы хотя бы на 5 минут отключаться от работы и детьми своими заниматься. Потому что они же все время были в этих рабочих делах, и семья не общается, с детишками не общается, и они мне просили, чтобы я их научил снимать вот это у себя, и каким-то человеком побыть хотя бы с детьми, хотя бы дома как-то. Так если я обучал директоров промышленных предприятий СССР, то в вашем Петербурге, Санкт-Петербурге, ваших министров и начальников, тем более им это нужно. Просто им это объясните, и они схватятся, и вам вот это отделение, которым вы занимаетесь, увеличат по площади, и сами потом туда придут и своих тёж приведут. Вот у нас как раз последним было омолаживание, и у нас была заместитель директора нашего отделения, и она как раз участвовала в этом омоложении, и она сказала результат свой, что действительно она сняла себя с первого с первого раза у неё снялось напряжение, и она участвовала, и вот мы надеемся, что это первый шаг. Правильно, правильно вы говорите, а вы не стесняйтесь, доброе дело, это наш народ какой, знаете, наш народ боится инициативы, потому что мы жили в такой стране, где инициатива она не поощрялась, потому что если ты вылезаешь с какой-то активностью, тебе сразу по голове, потому что тебе говорят, ты лучше делом занимайся, потому что когда новое что-то, оно требует внимания, оно требует исследования, легче сказать, не высовывайся, вот, поэтому у нас так, и поэтому люди у нас такие, они боятся начальства, понимаете, но я вас хочу научить тому, что бояться начальства не нужно, потому что начальства тоже люди, они люди, которые плохо спят, если у него совесть есть, он плохо спит, а чтобы он придумал для народа лучшие решения, надо, чтобы он владел ключом саморегуляции, да, да, ключом, чтобы владел, чтобы голова была ясная, тогда выборы пойдет, тогда, когда он выступает, будет хорошо, потому что у него будет энергия, это же им нужно в первую очередь, надо просто донести, то есть контакт нужен, контакт, не стесняйтесь, доброе дело, никогда не стесняйтесь делать доброе дело, гитарой наш Виктор, сейчас он музыку написал, давайте вам нашу Ленинградскую, давайте, город отбойный ремонт, город нашей славы трудовой, слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою, слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою, здесь проходила «Друзья», «Юность комсомольская моя», «Зародимый край» «С песней огневой» «Шли ровесники рядом с тобой», «Зародимый край» «С песней огневой» «Шли ровесники рядом с тобой», «С сердцем ходила, «Юность комсомольская» «Моя» «Юность комсомольская» «С дорогимый край» «С песней огневой» «Шли ровесники рядом с тобой» «Браво, браво, браво» «Вы знаете, я на самом деле очень за вас рад» «Я очень рад, что у меня есть коллега, которого зовут Виктор, который с вами работает» «Я вас всех обнимаю» «До встречи, друзья» «Готовьте вопросы» «До встречи» «До встречи» «Всего доброго» «До свидания» «До встречи» «Сбив seus Märten» «С Connecticut» «Св wait» «Одмете»